И снова здравствуйте! Сегодня последнее видео из серии о 10 навыках бизнес-аналитиков. Мы рассмотрим RQ, навыки общения с людьми. RQ очень важная штука, потому что RQ, равный нулю или близкий к нулю, может помножить на ноль все ваши достижения по IQ и по EQ. Стоит уделить внимание RQ. Стоит уделить внимание трем вещам. Первое – это работа с правильными людьми. Второе – это умение превосходить ожидания. И третье – это умение поддерживать и делегировать. Первый навык – это работа с правильными людьми. И понятно, почему это важно. Потому что результат вашей работы и ваш прогресс в карьере зависит не только от того, насколько хорошо вы что-то сделали, но и насколько хорошо вашу работу оценили другие люди. Плюс другие люди могут создать для вас возможности дополнительные. Либо создать препятствия. И в зависимости от того, что именно они для вас создают и что именно создаете вы для них, вы будете расти, либо торчать на одном месте, либо падать. Как выбрать правильных людей и что есть правильный человек для вас? Важно, что для вас, потому что правильных людей не бывает объективно правильных для всех. Они бывают для кого-то правильные, для кого-то неправильные. Потому что первый фактор, на который мы смотрим – это, по сути, химия, которая есть между вами или нет. Вот нравится лично вам человек или нет? Хотите ли вы быть таким, как он? Хотите ли вы ему подражать или нет? Если да, то, скорее всего, этот человек правильный для вас. Если нет, по какой-то причине отношения у вас не складываются, то, наверное, человек не самый подходящий для вас конкретно. Второй критерий, на который стоит смотреть – это, насколько человек ориентирован на рост. Особенно это важно для начальников, с которыми вы работаете, но и для подчиненных тоже. Если человек хочет расти сам и создает для вас возможности роста, дает постоянно более сложные задачи, доверяет вам больше, но при этом, если у вас есть какие-то проблемы, дает фидбэк, помогает разобраться, помогает таким образом вырасти, то это, скорее всего, правильный человек для работы в компании. Если же вы, работая с человеком, и он, наоборот, не создает вам никаких возможностей, либо, наоборот, всячески мешает, что еще хуже, то бегите от такого человека, он явно неправильный для вас, и, наверное, для других тоже. Третий фактор, на который стоит смотреть – это влияние человека в компании. К сожалению, политику корпоративную никто не отменял, причем она работает не только в российских компаниях, но и в западных. Чем больше влияние у человека, тем выше он сможет дать вам оценку на управляющем комитете, либо на какой-то еще системе оценивания фидбэка, тем больше шанс, что он замолвает за вас слово, тем больше шанс, что вы быстрее продвинетесь. Конечно, в западных компаниях вы не сможете продвинуться, если у вас нет IQ и EQ. Но при этом, если у вас есть IQ и EQ, но при этом нету сильного человека, который вас поддерживает, то расти будет гораздо тяжелее, чем если у вас есть и IQ, и EQ, и сильный человек, который вас поддерживает. Второй навык – это умение превосходить ожидания. Exceeding expectations. Вот вы выбрали правильных людей, с кем работать, но теперь нужно, чтобы эти люди были довольны вашей работой. А доволен человек тогда, когда он дает какое-то задание и получает больше, чем ожидал. Понятно, что вы, когда приходите в магазин, покупаете что-то, а вам дают еще сверху то, что вы не ожидали, там, я не знаю, наушники к телефону, вы будете рады. Хотя, наверное, даже если вам наушники не сильно нужны. В аналитике тот же принцип работает. Если вы пообещали одно, а сделали сильно больше, или хотя бы наскок это больше, чем от вас просили, или сделали такой extra mile, то вас оценят гораздо выше, и с вами гораздо приятнее будет работать, чем если вы сделали ровно то, что от вас просили. И еще хуже, чем если вы пообещали одно, а сделали гораздо меньше или хуже. Вот здесь вам, скорее всего, прилетит плохой фидбэк, и жизнь усложнится. Как же управлять ожиданиями, как же делать больше, чем обещал? Достаточно просто. Нужно under promise и over deliver. Обещать меньше, а выдавать больше. Как обещать меньше? Умение обещать меньше приходит с опытом, поскольку, конечно, вы можете сказать, окей, я ничего не сделаю, а потом сделать что-то. Но это плохой расклад, конечно. Никто с вами не будет работать, если вы будете настолько under promise, что ваши обещания будут почти ноль. Вам нужно все-таки что-то обещать. Но обещать нужно, оценивая свои возможности на основе фактов и давая несколько пессимистическую оценку. То есть вы знаете, что для такой-то работы вам потребуется день, но при этом вы понимаете, что есть еще возможности вот таких-то ошибок, возможно, вот таких-то screw-up'ов, есть еще задержки, там, относительно клиента. Вы знаете, что такие задержки составляют там несколько часов на основе вашего предыдущего опыта. Вы понимаете, что в итоге ваша работа займет, скорее всего, полтора дня. Поэтому вы говорите, что давайте рассчитывать на то, что я сделаю это за два дня, потому что сама работа занимает вот столько-то, есть еще задержки по клиенту, есть еще задержки вот такие-то, есть еще вот здесь неопределенность, которую мне нужно будет разрешить. И когда вы так аргументированно говорите своему начальнику, своему менеджеру прогноз, сколько времени вы потратите на анализ, человек, скорее всего, с вами согласится. И потом, когда вы, заложив небольшой себе запас времени, превзойдете свои обещания и выдадите больше, то есть вы сделаете работу не за два дня, а за полтора дня, у вас будет еще полдня на то, чтобы сделать сэнити-чек, сделать более качественную работу, либо проделать еще небольшой какой-то кусочек анализа, сделать работу на шаг вперед, тогда вы придете к начальнику, скажете, вот мы говорили, что мы сделаем такой-то анализ, вот я пришел к таким-то результатам, а еще я проверил фактор А, фактор Б, фактор С, но они не изменили результат, либо сказали, что нужно посмотреть на дополнительную гипотезу. Начальник будет счастлив, потому что вы подумали на шаг вперед и сделали больше, чем он ожидал, и сделали больше, чем требовалось по этой задаче. Вы тоже будете счастливы, потому что вы потратили ровно столько времени, сколько нужно, и вам не пришлось делать никакие овернайты и долгие отсидки, потому что вы сорвали какой-то дедлайн. Все довольны. Конечно, сразу научиться underperform, underpromise overdeliver, underperform не стоит, стоит underpromise overdeliver, не так-то просто, но с опытом это приходит, поэтому учитесь. Ну что, и последний навык по RQ, это умение поддерживать с одной стороны и умение делегировать с другой стороны. Support and delegation. Support это поддержка ваших начальников в тех вещах, которых они вас даже не попросили. То есть вы видите, что у начальника есть какой-то завал с определенным куском работы. Например, там работа с каким-то департаментом или работа с каким-то клиентом и дается тяжелее всего, создавляет ему большую головную боль. А вы понимаете, что вы можете эту работу сделать хорошо, если поднапряжетесь. Очень хорошая идея предложить свою помощь, ну и постараться, конечно, сделать работу очень классно, поскольку тогда вы сможете построить отношения с начальником, вам гораздо легче будет потом получить позитивный фидбэк и потом вырасти, потому что вы сняли головную боль с плеч или с головы, человека. Он будет вам за это очень благодарен. Даже если он вас не просил, стоит, что называется, волонтир, стоит высказаться и сказать, давайте я вам все равно помогу и помочь. То же самое касается делегирования. Нужно создавать возможность другим людям, которые работают у вас в команде, допустим, у вас в подчинении, выполнить какую-то интересную, сложную задачу и избавить вас от головной боли с одной стороны, но при этом научиться что-то делать новое и сложное с другой стороны. Люди, конечно, скорее всего, те люди, которым вы можете что-то делегировать, выполнят вашу работу хуже, чем выполнили бы вы и потратят на нее больше времени. Но людям стоит доверять, потому что, если вы не доверяете, они по-другому не научатся. А они не только не научатся, вам еще придется потратить очень много времени на то, чтобы сделать ту работу, с которой мог бы справиться другой человек и которая другому человеку могла бы быть интересна, она могла бы его научить. Поэтому не стоит бояться делегировать, стоит делегировать, может быть, даже больше, чем вы готовы были бы доверить, но при этом нужно, конечно, обязательно человеку, которому вы делегировали что-то, потом помочь, посмотреть на результат его работы, дать фидбэк, вместе посмотреть, если что-то не получается, и вместе исправить. Научить человека таким образом, В следующий раз делегировать ему будет гораздо легче. То есть, что получается? С одной стороны, вы берете у вашего менеджера, у вашего начальника задачи, которая создает ему головную боль, и делаете их хорошо. Но раскладываете их на мелкие другие задачи и делегируете их другим людям, которые с вами работают, может быть, у вас в подчинении, может быть, у вас в команде, и избавляете себя от головной боли, но при этом даете возможность им учиться. Поэтому получается, что все довольны. Получается, что начальник растет, избавляется от головной боли. Получается, что ваши подчиненные растут. Окей, у них создается другая головная боль, но они на этом учатся. И учитесь вы. И делаете больше вы. За счет того, что вы работаете и с менеджером, и с подчиненными. Опять же, это гораздо легче сказать, чем сделать. Но если вы научитесь помогать другим людям, вы научитесь делегировать, то вы быстро вырастите от аналитика до менеджера, и там уже до топ-менеджмента будет совсем недалеко. Немногие топ-менеджеры умеют правильно делегировать. Если вы научитесь это делать, перед вами будет просто безграничный мир. Резюмируем. Мы сегодня поговорили об RQ, мы поговорили о важности exceed expectations, превосходить ожидания, о важности работы с правильными для вас людьми, и о важности поддерживать правильных для вас людей и делегировать тоже правильным для вас людям. Вот этот RQ, если вы правильно с ним разберетесь, он сможет помножить ваш EQ и IQ, который мы разобрали в предыдущих видео, на очень-очень большой коэффициент, так скажем, и выдать очень крутой результат. Конечно, непросто, но, как всегда, дорогу осилит идущий. У вас получится, попробуйте и увидите сами. До встречи!